Всем здорово! Вы смотрите передача по кашеварям. Я люблю грузинскую кухню за ее хлебосольность. Кормят грузины прекрасно. Вот если зайдешь как-нибудь в грузинский ресторанчик, закажешь хачапури по-аджарски, несколько хинкали с мясом, несколько хинкали с сыром, ты выйдешь оттуда счастливый, но помимо того, что сытый. Так вот, сегодня я покажу вам, как приготовить хинкали с сыром. Мы приготовим с тобой хинкали, да потому что хинкали класс, пельмени-манты уже достали, хинкали с сыром тогда для нас. Мы купим сыр о сулугуни и немного муки возьмем, сыр в тесто скорее засунем, пожрем и сразу уснем. Конечно, заснем, потому что это очень сытно, вкусно и здорово. Вообще так скажу, шарахаться по грузинским ресторанам надо в хорошей обувке. И вот вам наводочка. Хорошую обувь можно купить в интернет-магазине tangushus.ru. Лучшее по демократичным ценам с доставкой. Ссылку на магазин tangushus.ru я оставлю под видео, конечно же. Переходите, покупайте себе хорошую обувь за хорошие деньги. И топайте в грузинский ресторан кушать хинкали. Или лучше нет, оставайтесь на канале, потому что домашний хинкали-то покруче будет. Что же потребуется для того, чтобы приготовить хинкали с сыром? Ну, очевидно, что нужен сыр. Но не любой, друзья мои. Конечно, можно купить обычный какой-нибудь российский сыр. Это будет не то. Надо пойти на рынок, заморочиться, потратить время и деньги и купить сыр сулугуни. Рассольный сыр сулугуни. Самый жирный берите, друзья. Не стесняйтесь, это не диетическое блюдо. Берем самый жирный сыр сулугуни. У нас на рынке килограмм такого сыра стоит 400 рублей. Нам где-то надо, ну, 600-700 грамм. Еще возьмем 2-2,5 стакана муки. Стакан водички. Сливочное масло. Можно топленое, можно обычное. Но нам оно нужно будет в жидком виде. Поэтому в любом случае мы его нагреем и растопим. Я для начинки всегда использую чеснок для аромата. Еще нам нужно будет 2 желтка. И, в принципе, можно добавить, допустим, кинзы в начинку, смешать с сыром. Ну, я, наверное, кинзу использую так, чисто для украшения, друзья. Но имейте в виду, что кинза отлично подходит к сыру сулугуни. Это как бы все. Это все ингредиенты. Вот так вот просто. Тесто у нас фантастически просто. Это мука, соль и вода. Поэтому надо муку просеять в какую-нибудь удобную плошечку. Туда добавить соли и, в общем-то, воды. Потом замесить достаточно мягкое тесто. Друзья, точное количество муки я вам не скажу. Но ориентирую вот примерно 2-2,5 стакана и стакан воды. У вас может уйти немножко меньше, немножко больше. Вопрос в том, сколько воды возьмет мука. Каждый раз получается, ну, реально по-разному. Тесто должно получиться достаточно мягкое и при этом не липнуть к рукам. В общем-то, это стандартная формула замеса любого теста. Теперь надо измельчить сыр. В общем-то, первое, что приходит в голову, это натереть на терке. Но я люблю сыр сулугуни пропускать через мясорубку. Я не знаю, я не могу объяснить, в чем фишка пропускания через мясорубки сыра сулугуни. Но, на мой взгляд, он реально становится почему-то вкуснее. Может быть, из-за таких вот, из-за консистенции вот этой вот червячков, которые получаются после мясорубки. Ну, реально. Короче, если хотите, натрите на терке, но я буду пропускать через мясорубку. Сливочное масло надо растопить и добавить тоже к сыру. К сыру же добавляем два желтка и выдавливаем чеснок. В принципе, начинку можно еще и посолить, потому что сыр сулугуни тоже бывает разный. Если у вас достаточно пресный сыр сулугуни, то точно надо солить. У меня, в принципе, он достаточно соленый, поэтому я добавлю совсем чуть-чуть соли. Возвращаемся к тесту. Оно у нас постояло, а теперь мы еще раз его обомнем и разделим на небольшие кусочки. Теперь каждый кусочек теста надо раскатать в тоненький блинчик, ну, диаметром примерно сантиметров так 8-10, иногда, может быть, даже 15. Вот когда раскатываете тесто, старайтесь сделать, чтобы оно было с краев потоньше. Вот здесь вот, потому что мы залеплять будем хвостики, надо сделать его потоньше. В центр каждой лепешки выкладываем примерно, ну, не полную столовую ложку начинки и, в общем-то, делаем мешочки хинкали. Рассказывать словами, как надо подбирать тесто и защиплять вот этот хвостик хинкали достаточно сложно, поэтому смотрим на видео, там все понятно. Защиплять вот так вот, немножко натягивая каждый следующий защип, вот такой вот хинкалик. Если вам кажется, что хвостик у вас слишком большой, обрежьте лишнее, будет маленький. Ну, и, конечно же, их осталось только сварить. Для этого возьмем 2-3 литра воды, примерно столовую ложку соли, ну, и поварим их, забросим в кипящую воду и поварим минут 10. Вот такие вот они, грузинские хинкали с сыром. Давайте попробуем, что вышло. Вот такая вкуснятина приготовилась. Выглядят они прекрасно. Пусть, может быть, они не защиплены так, как делают какие-нибудь, такие уже, знаете, умудренные опытом грузинские бабушки, которые делают идеальные защипы. Не имеет значения, друзья мои. Это хинкали с сыром, и это вкусно. Ну, наверняка. Сейчас попробуем. О, мешочек. Так, уже немножко подостыл. Если бы он был свежий, он бы так вниз и упал бы. Ну, давайте пробовать. Это фантастика. Сыр расплавился. Он очень сочный такой, масляный, потому что сам сыр жирный. Мы еще немножко добавили масла сливочного. Ух, это вкуснятина, друзья. Попки доедать не положено. Этих, типа, берешь руками, не надо их доедать. Их выкидывают всегда. Фантастика. Это очень вкусно. И каждый выпуск вам буду напоминать, что по промокоду Покашеварим на сайте моего любимого острого спонсора Самуры можно приобрести ножички всякие, аксессуары для ножей, разделочные доски. И что-то там у них еще продается, друзья, со скидками. Поэтому промокод Покашеварим, сайт Самура. Режьте хорошими ножами. Ссылка в описании, конечно. А с вами была передача Покашеварим. На сегодня все. Пока. Папарапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапапап Редактор субтитров А.Семкин